Знаете ли вы, что в нашем городе постоянно ведется контроль за чистотой и состоянием воздуха, которым мы дышим? Эту ответственную миссию вот уже 45-й год выполняет отдел мониторинга окружающей среды филиала «Брест-Облгидромет». Подразделение осуществляет отбор проб из атмосферы в четырех пунктах наблюдений, после чего проводится детальное исследование каждого образца. Три пункта наблюдений работают в дискретном режиме, в 7, 13, 19 и в час ночи, а один пункт наблюдения на улице Северной работает в автоматическом режиме. На пунктах наблюдений осуществляется отбор и анализ проб атмосферного воздуха на такие загрязняющие вещества, как оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, аммиак, бензол, озон. То есть наблюдения, проводимые нашим структурным подразделением, дают возможность говорить о том, какое состояние атмосферного воздуха в городе Бресте. А это кабинет метеорологов. Если вы думаете, что отсюда выходят готовые прогнозы погоды, то глубоко ошибаетесь. Задача этих специалистов – наблюдение. В круглосуточном режиме каждые три часа они выходят на метеоплощадку, где фиксируют малейшие изменения погодных условий. На основании этих данных выпускаются специальные погодные карты. Но это только часть большой работы. Гидрологи у нас наблюдают за состоянием рек, агрометеорологи у нас наблюдают за состоянием озимых и яровых, в общем, за состоянием сельхозкультур. Метеорологи, естественно, наблюдают за погодой. Вся эта информация кодируется и отправляется в определенные центры, где она потом используется при составлении карт, пускай это карты погоды, допустим, прогностические какие-то карты. У нас отдел метеорологических и аэрологических наблюдений еще проводит аэрологические наблюдения, то есть радиозон запускается один раз в сутки. Все сведения, в том числе и данные со спутников и метеорологических радиолокаторов, в конечном итоге поступают к синоптикам, которые сводят их воедино и анализируют полученную информацию. Только после этого на основании полученных данных для нас формируют прогноз погоды. Что касается прогноза погоды, то на выходные дни при прохождении малоактивных атмосферных фронтов ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночные температуры тоже слабо отрицательные или слабо положительные в таких пределах, а дневные температуры на несколько градусов ниже, чем дневные температуры до выходных дней, но в пределах плюс 2-7 градусов. Знания точных прогнозов помогут выбрать оптимальный наряд, чтобы чувствовать себя комфортно весь рабочий день. Продолжение следует...